Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной постпрограммы «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня у нас в студии заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских проблем и массовых коммуникаций, доктор политических наук Андрей Георгиевич Большаков. И мы разговариваем о том, как изменился или меняется электорат, точнее настроение избирателей. Прошло некоторое время. Добрый день, спасибо, что пришли. Пыль, можно сказать, улеглась. Можно спокойно посмотреть на картину. И нам с вами сейчас важно понять и донести до телезрителей, какова эта картина. Ну, маленькое вступление. Понятно, что комментариев огромное количество по поводу ситуации в четырех регионах, где «Единая Россия» выступила, мягко говоря, не самым лучшим образом, а в Приморье, так и вообще с большим скандалом. Кто-то говорит, что это признак того, что модель государства исчерпала себя и, соответственно, исчерпал так называемый общественный договор между властью и населением, а точнее между Путиным и населением. Кто-то говорит, что да ладно, ерунда, там в 22 регионах выборы прошли нормально, но подумаешь, ну, это вот признак зрелости системы. Какова ваша оценка вот происшедшего и ваш взгляд на эту ситуацию? Вы знаете, здесь, наверное, есть несколько аспектов этой ситуации. После первого тура, когда собирались аналитики, эксперты, в общем-то, ну, царили такие стабильные настроения. Мы сейчас говорим конкретно о Приморье? Да, я говорю о вот той дате, значит, всероссийского голосования, да, которое, собственно, вот первым туром и посчитал. Потом уже стали говорить о втором туре, потому что многие даже не предполагали, что он будет и так далее. И вот аналитики, эксперты после этого говорили, что, ну, да, конечно, фон изменился, конечно, появились те социальные проблемы, которых, в общем-то, не было. Но посмотрите, что происходит в регионах. Единая Россия выигрывает только с меньшим запасом, да, назывались проценты, назывались, соответственно, эти регионы, территории, и все было достаточно стабильно. И вот, скажем, вот эту проблему второго тура практически не обсуждали или, соответственно, говорили, что кандидаты Единой России, скорее всего, выиграют. Вот это надо признать, да, экспертное сообщество настроено было именно вот на такие вещи. Это после первого тура выборов. И это касалось как выборов в Приморье, так и во Владимирской области, в Хакасии и еще Хабаровской, я не ошибаюсь, у нас было. Вот эти мы четыре регионы сейчас обсуждаем. Ну, хорошо, получается, что аналитики плохо анализировали. Вы знаете, да, мне представляется, что вот многие аналитики находились в плену своих оценок, но, наверное, конечно, дело не состоит не только в аналитиках. Изменилась ситуация сама, и вот эту ситуацию просто не предсказали. Хотя само по себе вот эта вот победа представителей ЛДПР даже удивила людей больше, по-моему, не победа представителей коммунистической партии, а именно ЛДПР, да, или большие проценты набранные в одном случае. Вот, хотя, если мы посмотрим электоральную статистику за последние 5-10 лет, увидим, что позиции этой партии достаточно сильные в регионах Сибири, Дальнего Востока. Ну, и давайте вспомним даже большие общефедеральные голосования, вот, когда нам показывают это в прямом эфире, да, вот, подсчет голосов и так далее. 1993 год, и Корякин кричит, Россия, ты сдурела, а Жириновский празднует победу. Да, ну, и, если вы помните, тогда называли эту партию и профашистской, и нацистской, сравнивали, не дай бог, с представителями, если брать историю, Германии, и так далее, известными. Вот, но, конечно, эта партия таковой не является, она является одной из парламентских групп, групп, наверное, уже исторически сложившихся, и, в общем-то, свой процент она брала даже в неудачных для нее компаниях, достаточно большой, и мы видели, что вот Единая Россия, когда последние годы побеждала, она побеждала в основном за счет вот центральной России, то, что мы называем этих центральных регионов, того же Поволжья. Национальных республик, давайте добавим. На избирательные участки голосовали по-своему, и меня поразил, например, один момент, когда, значит, кандидат от ЛДПР устроил между двумя турами торговлю за, значит, соответственно, свое будущее в этом регионе, и фактически выторговал себе место... Речь идет сейчас о Хабаровском крае. Да, речь идет о Хабаровском крае, фактически выторговал себе очень хорошее место первого заместителя, вот, при этом сообщил всем, что он жить, значит, в Хабаровском крае не будет, а, скорее всего, будет постоянно находиться в Москве, а в Хабаровском крае наездами. И вдруг люди приходят и выбирают именно его, вот, но мне кажется, что это разновидность все-таки протестного голосования, когда голосовали скорее не за какую-то конкретную личность, а все-таки против того тренда социального, который сложился после выборов президента Российской Федерации. Вот, большинство, да, наблюдателей на этом сходятся, расходятся по многим позициям, но здесь, ну, процентов 90, наверное, единодушно, что действительно это голосование было не за каких-то кандидатов, а против сложившейся ситуации. Вы упомянули сейчас, отвечая на первый вопрос, о том, что возникли некие социальные проблемы, которых раньше не было. Что имеется в виду, пенсионные реформы или что-то еще? Вы знаете, ну, пенсионную реформу сейчас, наверное, знает и анализирует фактически все. Меня немножко удивляет, когда, например, на митингах присутствуют школьники, которые очень озабочены, значит, пенсионной реформой. Я думаю, что все-таки более старшие их коллеги, да, что-то вкладывают в головы, вот, поскольку вряд ли, значит, люди, которым сегодня, скажем, 15-25 лет, каждый раз задумываются о своем пенсионном будущем. Вот, для других категорий, более возрастных, конечно, это актуально для, скажем так, условно среднего поколения, которое сегодня работает, для тех людей, которые уже вышли на пенсию. В общем, вот, мы видим, что ту же, значит, вот эту пенсионную реформу не поддерживают и сегодня действующие пенсионеры, хотя вся агитация направлена на то, чтобы доказать, что... Да, что уж, да, пенсионеры, это и выросли, и еще вырастут, да, и, соответственно, они-то как раз окажутся в числе выигрышев от этой реформы. Но, кроме нее, наверное, не следует забывать то, что ударило по более молодым группам, это повышение цен на бензин, мы знаем ситуацию, там долго достаточно стабилизировали. Вот, многие из людей сидят за рулем, это непосредственно их касалось, да, вот, люди, многие были возмущены этой ситуацией, да, и, скажем, как им казалось, очень медленными действиями правительства. Наверное, можно вспомнить повышение НДС, и я думаю, что все это сложилось, хотя, наверное, нужно понимать, и об этом, в общем-то, говорили достаточно давно, и говорил президент Российской Федерации, что придется предпринимать непопулярные меры, шаги сразу после избирательной кампании, но когда люди голосовали, готовились к этим выборам, я думаю, что умностроения были другие, об этом никто не думал, вот, а тут, соответственно, наложились вот эти социальные процессы, которые очень многие расценили как негативные. Возвращаясь к ошибкам аналитиков, да, или аналитиков, политтехнологов, в том числе, называя вещи своими именами, кремлевских политтехнологов, Тарасенко был однозначной креатурой Кремля, и Путин, нечасто, мягко говоря, случай, когда между двумя турами президент встречается под телекамеры с одним из кандидатов и говорит, что, ну, все будет, я надеюсь, все будет нормально. И это он персонально на него поставил, и ставка не сработала. И вот это обстоятельство, кстати, тоже вызвало очень бурные комментарии в политологической среде, вы это не хуже меня, а лучше меня знаете. И достаточно большое количество наблюдателей, аналитиков, как раз акцентировали внимание на том, что впервые, может быть, за время нахождения Владимира Владимировича Путина у власти не сработала его личная ставка. До сих пор было так, что если уже президент кого-то поддержал, если он что-то сказал, это все, это последняя инстанция, и перефразируя лозунг коммунистических времен, там, где Путин, там победа. Насколько это, с вашей точки зрения, может, ну, пошатнуть, в принципе, институт власти и личный авторитет Путина на ближайшие перспективы? Вы знаете, это, конечно, серьезные изменения, потому что очень многие, опять же, аналитики, эксперты настаивали на том, что у ряда структур, еще вот до всех этих событий, у ряда институтов политических достаточно низкий рейтинг, да, и когда людей просят, соответственно, определить уровень доверия, да, то он достаточно небольшой. Ну, возьмите, там, например, Институт Государственной Думы, да, вот, можно ряд других приводить, и приводить тут конкретные цифры. Вот, но рейтинг президента казался незыблемым, и его там колебания на несколько процентов чуть меньше, чуть больше. Вот, мы знаем, что, в общем-то, здесь где-то подводили за счет этот рейтинг, за счет компаний, да, в средствах массовой информации. Вот, нам активно помогали, как это ни странно, да, из-за рубежа, вот, давая санкции в нужный момент, да, и, соответственно, да, здесь люди должны были просто выбирать, да, должна ли остаться, существовать Россия, и, соответственно, вопрос о том, значит, какими механизмами она управляется, выходил уже на второй план. Но, что касается сегодняшней ситуации, то я думаю, что люди впервые, это вот стало характерно для массового сознания, отодвинули проблемы внешней политики, которая важна, но которая, все-таки, будем честны, да, не касается, наверное, каждого конкретного человека в каждый конкретный момент его жизни. Вот, отодвинули это на второй план, а на первый план вышли социально-экономические проблемы, и проблемы эти казались достаточно серьезными. Ну, когда все сводит к пенсионной реформе, наверное, не только она, вот, но пенсионная реформа стала тем моментом, который получил абсолютное, скажем, недоверие со стороны, вот, общественного мнения, это момент очень интересный, значит, в Татарстане мы наблюдаем цифры за 80%, там, 82%. Противников пенсионной реформы. Противников, да. В целом по России есть регионы, где до 90%, да, и, значит, здесь, я думаю, что это однозначная трактовка, да, что люди эту реформу не поддерживают. Вот здесь, конечно, есть интересный, да, феномен или феномен, как угодно, да, социально-психологический такой, не вспомню сейчас, кто это сказал, но, по-моему, точно было сказано, что вопрос даже не в экономических параметрах вот самой этой так называемой пенсионной реформы, а в том, что у людей сломался образ будущего. Причем вот образ будущего не такого, о котором мы там говорили, опять же, в позднесоветские времена, светлое будущее, там, и так далее, идеалы большие, высокие, а именно вот такого, вот, можно сказать, ну, вот, ну, вот, своекарманного, что ли, если можно так выразиться, будущего. То есть люди жили, думали, ага, вот все, я знаю, я знаю свой рубеж, 60-55, возраст имеется в виду, я буду гарантированно иметь деньги, вдруг им говорят, уже с 19-го года, ребята, не будете, вот вы не будете, вот вы не будете. И это как-то вот распространилось на всех, конечно, наверное, это не затронуло реально там упоминавших с вами тинейджеров, которые там выходили на митинги, но достаточно вот большую такую социальную страту, это коснулось вот именно вот в этом контексте, что ну как же так, вот нас взяли, выражаясь языком улицы, кинули, кинули, вот мы рассчитывали, что вот это уж точно гарантировано, оказывается, нет, оказывается, нет. Но, знаете, вот все-таки вы правильно заметили, что сводить все к пенсионной реформе, наверное, было бы неправильно, что-то накапливалось за последнее время. Вот даже если упомянутую в раме брать конструкцию, вот насколько людей касается внешняя политика, ну, опять, общераспространенная точка зрения, что эффект Крым наш уже затухает, или если вотух, по-видимому, сколько он может длиться. Но начинается, насколько я могу представить, и может быть уже действует другой эффект, уже задается вопросом, а зачем нам Сирия, сколько мы там будем, то есть, да, опять, это вот с другого захода, с другого конца, опять люди некоторые приходят к тому же, сколько можно кормить. Во времена Советского Союза говорили, сколько можно кормить там Африку, Кумбу там, ну, и так далее, да, весь мир кормили, так называемый антиимпериалистический блок. Сейчас вот уже посматривают так на Сирию, три года, три года мы там воюем, идем от победы к победе, и конца края не видно, это уже тоже начинает утомлять. Я хотел бы, вот, второй раз я возвращаюсь к этой теме, вот вы говорили, собрались аналитики, да, после первого тура, посмотрели, ну, да, ну, ладно, ничего, ну, все вроде хорошо, ошиблись. Вот мы с вами в одном экспертном совете, да, здесь по поводу, вот, иногда дебатируем, да, в частности, вот я задаю вопрос, почему у нас социологические исследования, ну, такой догоняющий характер имеет. Я понимаю, что они априори не могут, да, иметь упреждающий характер, но даже на биржах все-таки есть индикаторы, которые работают на опережение. И, может быть, учитывая то, что ситуация социально-политическая, кажется, развивается более динамично, чем пять лет назад, там, да, и тем более десять лет назад другие были времена, тучные, как принято говорить, может быть, не хватает какого-то инструментария нашим социологам, и тем, кто вообще исследует это настроение, может быть, надо поменять для начала инструменты в этом заведении? Вы знаете, ну, наверное, можно говорить и о неправильных подходах, и неправильных методах, методиках, да, которые применяются. Я думаю, что, скорее всего, просто, ну, как бы, социоисследования нельзя больше спрашивать, чем они могут дать. К тому же, ну, вот мы, наверное, постоянно, да, озвучивали, может быть, несколько увлеклись, скажем, количественной стороной, да, это вот количественные исследования, проценты и так далее. Но за этими процентами не стоят, например, мотивы действия людей, вот, а есть исследования, которые мы не можем обобщить в процентах, да, не можем дать какие-то числовые характеристики, но там достаточно четко было видно, и видно, в общем-то, не вот на октябрь месяц, да, а гораздо раньше, скажем, и летом, да, и отчасти там весной уже, да, что умонастроение меняется, да, и есть часть людей, которые недовольны, да, теми процессами социальными, которые идут, вот, и, допустим, ну, такие методики, как там фокус-группы и так далее, вот на фокус-группы... Глубинное интервью, да. Конечно, интервью, да, глубинное, вот это все дает уже представление о том, что люди, ну, отнюдь не, значит, радужно, да, относятся к существующему положению вещей. Многие уже даже в период выборов говорили, что да, конечно, эта вот система стабильна, надо проголосовать. Кроме ныне действующего президента, значит, фактически нету других реальных кандидатов, потому что те кандидаты, которые выдвинулись, они, ну, в общем-то, большинством не мыслились... Несерьезно. Да, несерьезно, конечно, на посту именно вот президента, человека, принимающего ключевые решения для страны, вот, и, но, значит, терпеть проблемы, причем это проблемы внутреннего порядка, ежедневные, вот, проблемы, касающиеся материальной сферы, да, люди не могут, и, соответственно, это, в общем-то, подчеркивали исследования. Ну, а что касается количественных исследований, то мы увидели, значит, вот, падение доверия, в общем-то, на всех уровнях власти, даже в благополучном и стабильном Татарстане, потому что надо сразу, наверное, сказать, что у Татарстана положение не такое, как в Приморском крае или, соответственно, в Хабаровске, да, здесь мы... Ну, или даже в той же Владимирской области. Конечно, в той же Владимирской области, безусловно, мы можем говорить, что здесь есть свои такие позитивные моменты, но, тем не менее, это общий тренд по стране, и вот, количественные исследования, значит, они, соответственно, показали, что, значит, уровень доверия, да, всем уровням власти, он стал снижаться, и, соответственно, стали снижаться показатели, значит, тех партий, которые мы считали, значит, доминирующими в политическом процессе, да, прежде всего речь идет о Единой России, наоборот, выросли показатели тех политических групп, которые, ну, в общем-то, находились где-то, уровень их популярности находился на уровне 5%, что с ошибкой, там, 2,5% означает фактически, что этот уровень может быть 5%, а может быть и ниже него, да? Я сейчас вот, пока вы говорили, вдруг подумал, это, по-моему, вот достаточно, вы привели пример по Хабаровскому краю, когда человек себе выторговал пост первого вице-премьера, в ответ фактически, для того, в обмен, вернее, не в ответ, а в обмен на отказ от борьбы во втором туре. В принципе, такие политические игры достаточно распространены, это не ноу-хау, там, Российской Федерации, когда делят портфели, образуются какие-то коалиции на персональном уровне или, там, на партийном уровне, но я подумал сейчас о другом, о так называемом кадровом резерве, вот эти вот товарищи или господа из ЛДПР, которые в двух регионах одержали победу, один из них вообще во втором туре, можно сказать, не барахтался и вылез как раз на том, что голосовали не за него, а против всех и против, главным образом, действующего представителя власти, действующего губернатора Светлана, Светлана ведь Орлова, да? Вот, а Хабаровский тоже не больно горел, но вот они оба оказались в положении, когда они должны руководить реально, да, руководить регионом. Они вообще готовы, вот это ведь проблема, которая абсолютно, мы говорим, да, мы сейчас выберем кого-то. Тарасенко, когда его на него поставил Путин, было понятно, ага, он обкатан в Москве, он хорошо инкомпорирован там в соответствующей бизнес-группе, он с силовиками свой, то есть понятно, что на него рассчитывали, как на человека, которому не надо будет, он не белая ворона в этом кругу, и такой стратегический регион, как Приморский край, это важно. Но не срослось, не срослось, теперь туда бросили Кожемяка, и теперь уже, кстати, один из политологов, мы об этом с вами коротенько до эфира говорили, Шульман заметил мимоходом в одном из своих текстов, что надо понимать, что в Приморье существенное влияние на ситуацию оказывает так называемые уголовно-экономические группировки, что там был в свое время всплеск, о нем забыли, как полыхнуло, когда запретили ввоз праворольных машин, что там творилось в Владивостоке и окрестностях. И вот это тоже ведь большая проблема, что на самом деле кадровый голод испытывает в меньшей степени единой России, в гораздо большей степени ее оппоненты. Если мы придем к реанимации Института выборов в полном объеме, мы, скорее всего, столкнемся еще и с этим, что этих управленцев нужно тоже готовить. Вы знаете, уже, наверное, столкнулись в тех двух регионах, ведь действия принимать надо уже сейчас, команду правительственную формировать уже сейчас. И посмотрите, что делают представители ЛДПР, представители Коммунистической партии. Они стали говорить о коллекционном правительстве, о правительстве народного доверия, о том, что туда могут попасть и члены Единой России. Это признание неготовности собственной партии на неготовность. С одной стороны, эти партии настолько долго были на вторых ролях, не выигрывали выборы, что просто не формировали, скажем, вот эти теневые правительства. Это, в принципе, вещь совершенно нормальная, если бы вот такие вот команды были. Я вот все время во время праймерис, скажем, у нас проводит их единственная партия в России, реально, это Единая Россия, говорил и высказывал такую идею, что неплохо бы было их привезти в ЛДПР, допустим, и в Справедливой России. Ну, конечно. Ну, хотя бы в парламентских партиях. Что мы имеем, действительно. И там бы мы увидели, да, вот этот слой людей, которые претендуют на то, чтобы занять места. Ну и потом, наверное, достаточно непросто, если завтра тебя назначают, скажем, министром энергетики какого-то края, области, республики. Да, это существенная должность, требующая существенных познаний. А если, соответственно, вот в этом парт-активе просто таких людей нет, значит, их нужно брать откуда-то, везти из Москвы, да, из других городов приглашать. Приглашать людей вообще непартийных, да, то есть, вот, которые... Да, 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 техническая технократность. Действительно, да, которые, ну, просто не отличались никогда тем, что высказывали какие-то свои политические взгляды, уж тем более не состояли в каких-то политических партиях, вот, и не были там на руководящих постах. Вот поэтому я думаю, что эта проблема будет. Она, кстати, более реальная, чем те страшилки, которые иногда тоже некоторые эксперты рисуют. Вот с этим я не согласен, что федеральный центр там перестанет давать транши. Вот, мне кажется, там люди, и, да, Дальний Восток, Сибирь, да, там очень многие вещи связаны именно с... Это чревато, да, это политика очень такая рисковая. Это будет социальный взрыв, поэтому я думаю, что будут поддерживать тех людей, которые сегодня пришли к власти. Вот, федеральные власти дали, в общем-то, это понять, да, и здесь, я думаю, что будет определенный карт-бланш. Но если эти люди не будут справляться, не будут, соответственно, это делать, да, то я думаю, что они просто уронят эту власть, и, соответственно, ну, наверное, будет негативный эффект для их же политических... У нас впереди 2019 год, и известный нам, конечно, обоим и многим людям, которые нас смотрят и слушают сейчас, политолог Дмитрий Орлов высказался, президент и основатель ОПЕК, агентство политической экспертизы, консалтинга, высказался в том духе, что 2019 год будет годом реванша власти и партии «Единая Россия», и на это будет поставлено все. Вы разделяете эту точку зрения, да? И это возможен такой реванш? Ну, вы знаете, названный все-таки аналитик работает на партию «Единая Россия». Абсолютно, конечно. Вот, и поэтому мне представляется, если бы он говорил о чем-то другом, да, ему, наверное, надо было покинуть это место, да, идти работать на какие-то другие группировки. Ну, тоже правильно. Нет, ну, это обязывающее заявление. Конечно, да. Реванш, ну, как же. Все же понимают, что он в каком-то смысле рупор, извините, что перебивая ЕН. Вы знаете, ну, вот если посмотреть, да, что мы сегодня не видим, что у нас, ну, например, в 10-15 регионах, да, пришли власти, там, оппозиционный руководитель, наверное, тогда можно было говорить о тенденции, да. Сейчас вот определенный всплеск. Мы получили то, что получили. Ну, наверное, год будем иметь возможность наблюдать. Посмотрим, как, соответственно, налажятся эти, да, значит, дела. Ну, вот, безусловно, «Единая Россия» это рассматривает. Я думаю, что они будут предпринимать меры достаточно решительные и по набору кандидатов, да, и по тем, скажем, программным обещаниям, которые они будут давать людям в регионах. Вот, я думаю, что, безусловно, они понимают, что проголосовав за вот эти вот непопулярные реформы, вот, соответственно, партия теряла и очки. Президент тоже, признаем, да, потерял достаточно много. Вот, здесь есть, вы знаете, такой тонкий момент. Вот наши коллеги из, значит, московских социологических центров различных по-разному тоже анализируют. И вот в Левадо-центр, сейчас есть такой теоретик, господин Седов, вот, он, значит, нашел вот очень интересную такую, значит, модель объяснения, что, наверное, значит, люди не поверили последнему выступлению Путина по пенсионной реформе, да, то есть проценты это не показывает. Но при этом, значит, снизилось, это уже вот федеральные структуры зафиксировали, социологические, да, снизилось желание людей идти на протестные митинги. При этом те, кто ходит, поддерживают те люди, которые остаются дома, да, и это является социально одобряемым поведением. Вот это очень момент интересный. Называется, значит, я не буду бороться за свои права и за свою же пенсию, пусть это сделает сосед, товарищ, коллега по работе, родственник и так далее. Это очень интересная, конечно, умозрительная конструкция. Я думаю, что здесь Седов вы сказали, да, фамилию? Вот он, к сожалению, мне ничего в этой фамилии не говорит пока. Но я, такое ощущение, что он немножко так решил убаюкать людей из управления внутренней политикой администрации президента, что ребята, да на самом деле, вот он остался, он поддерживает, поэтому он остался. Хотя, может быть, это и на самом деле так. Вы знаете, вот если брать о региональных, конечно, мы будем его гипотезу, скажем, что назовем это гипотезой, да, проверять дальше на различных квартальных исследованиях и так далее, чтобы к динамике посмотреть. Ну да, да, интересно, конечно. В принципе, могу сказать, что, допустим, в Татарстане негативно к этим последним реформам относится достаточно большое количество людей. Там, значит, когда спрашивают, говорят, до 52%, то есть это больше половины, что да, в принципе, мы готовы выходить на улицы. Но когда спрашивают конкретно, выйдете ли вы, да, и вот по такой-то конкретной там социальной проблеме, вот, то здесь, соответственно, да, это снижается в разы, вот, и поэтому мы видим это отчасти на региональном уровне. Вот это жизнь, так оно и есть. В 2019 году мы завершаем, да, давайте вот все-таки завершим Татарстаном. Понятно, что в 2019 году будут там и Мосгордума будет выбираться, и городские там выборы федерального значения в Питере. В 29 регионах опять же будут, по-моему, губернаторские выборы, если моя статистика, моя информация правильная. Но мы сейчас, понятно, что у нас будут еще выборы в Госсовет Татарстана. И что бы ни говорили о роли и значении этого органа в нашей реальной политической жизни в республике, это все-таки важно. Это важно, это ответственно достаточно событие. И я не знаю, обратили ли вы внимание, думаю, что да, но я обратил внимание, что в обращении президента Миниханова в годичном, да, на Госсовету прозвучала такая достаточно серьезная озабоченность по поводу того, как трактуется ситуация в Татарстане в медийных ресурсах, в обычных традиционных СМИ, в логерской среде, в социальных сетях. Ну и там, по-видимому, еще телеграм-каналы сейчас достаточно большую долю занимают в этой среде. Чего можно ждать у нас? Вот вы фактически уже дали картинку, да, что по позициям мы традиционно, по многим позициям выглядим получше, и поэтому базы для серьезных процессов настроения нет. С другой стороны, вот это вот, я использую опять сейчас какое-то непарламентское выражение, но просто, короче и точнее, вот это своего рода зараза, это вирус, назовем по-другому, да, вот этот вот социальный вирус, он распространяется. Началась, как говорят молодые, движуха какая-то началась, и вот это вот может распространиться, потому что оснований, причин и поводов, мы их различаем, но вот в совокупности и то, и другое, и третье, все-таки есть для того, чтобы какое-то недовольство могло прорваться. По вашей оценке, вот, профессиональный конфликтолог, чего ждать нам, и к чему мы должны быть готовы в 2019 году? Ну, вы знаете, действительно, я соглашусь с вашей оценкой, с оценкой президента Мениханова, который сказал, что, скорее всего, будет компания очень интересная, но сложная. Он сразу предупредил, что это будет и конкурентная компания, и тут будут, конечно, очень разные противоположные точки зрения высказываться, это в достаточной степени понятно. Я думаю, что, посмотрев вот на те цифры, которые есть непосредственно по Татарстану, ну, можно предположить, что Единая Россия получит более конкурентных соперников и противников как в одномандатных округах, так, соответственно, и по списочному составу. И я бы обратил внимание на то, что, ну, достаточно сильно увеличились, значит, вот проценты, да, людей, которые поддерживают КПРФ. Ну, настоящий момент, значит, если брать на начало осени 2018 года, это 16 процентов, но многие могут сказать, что это небольшой процент, но мы с вами знаем, да, что КПРФ где-то в два раза увеличила свой результат, потому что обычный результат это был 8-9 процентов. Вот я знаю, они высказывали недовольство, но, соответственно, что было, то было, да. Вот. Вот, и вторая вещь, которая достаточно сложна, значит, по антирейтингам Единая Россия опередила даже ЛДПР. У ЛДПР 18 процентов, ну, точнее, 17 с половиной. Антирейтинг. Антирейтинг, да, 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 да. Антирейтинг, то есть люди ни за что не хотят голосовать вот за эту политическую группу или организацию. У Единой России такой процент 20. Ну, понятно, что это, наверное, не смертельные цифры. Еще год до выборов, да, и мы с вами уже говорили о том, что, значит, вот эта доминирующая партия, по-прежнему доминирующая, вот, она предпримет, наверное, ряд шагов, да, чтобы улучшить и свои показатели, и агитацию провести определенную, да, и принять те программы, которые наверняка будут встречены как позитивные уже населением, да, хотя бы вот здесь отдельно взятые территории, отдельно взятые республики. Но, тем не менее, все-таки 20 процентов это много. У тех же коммунистов, чтобы все-таки мы могли это сравнить, значит, 7 процентов вот этого антирейтинга, да. То есть ни при каких обстоятельствах за них не будут голосовать, 7 процентов опрошенных. 7 процентов, да. То есть, посмотрите, он все-таки в два раза уступает их положительному рейтингу, да. То есть здесь ситуация изменилась. Ну, и мы можем сказать, вот, если мы смотрим рейтинг, например, действующего президента Миниханов, то, ну, допустим, за прошедший квартал он потерял 2 процента. Это немного при ошибке 2 с половиной. Да, в пределах погрешности. Да, я думаю, что это в пределах погрешности. Это может, соответственно, значит, если следующий замер произойдет, там может получиться 41 процент. Мы будем говорить о том, что восстановился рейтинг. Вот, и, соответственно, это действительно немного. Но, вот, если мы посмотрим на то, как потеряли федеральные политики на территории Татарстана, значит, люди видят, что это элементы именно федеральной политики и различают это, да, хотя бы вот на уровне, когда они отвечают на вопросы, да. То тут, значит, Путин потерял, значит, президент Российской Федерации 13 процентов. Да, конечно, многие скажут, что 42 процента тоже очень много, да. Ну, многие страны позавидуют, да, скажут, что у нас 10, там, 15 и так далее. Да, это разница между положительными и отрицательными, да, оценками. Вот, но все-таки 55, да, это вот показатель, да, выборный. И 42 процента это все-таки, значит, значительное, да, ухудшение. Ну, и то же самое, в общем-то, значит, федеральные политики даже достаточно популярны. Вот Шойгу, Лавров потеряли, это вот те, кто занимается внешней политикой, да. Вот, Жириновский остался при своих 12 процентах, вот, несмотря на все успехи, скажем, да, ЛДПР. Поэтому можно говорить, что это... Ему грозит только потеря здоровья, больше ему ничего не грозит. Ну, и, наверное, самый такой впечатляющий показатель – это председатель правительства Медведев на территории Татарстана 6,5 процента. Вот, вот, соответственно, люди... Это уровень поддержки? Да, это, да, 6,5 процентов. То есть люди связывают вот эти последние реформы, прежде всего, с правительством Российской Федерации, вот, во вторую очередь с президентом. И, соответственно, мы видим, что здесь рейтинги занижаются. Ну, идут вниз, вернее, так, падают, да, вот эти показатели. Ну, и, собственно, я вот про это уже сказал, да, что негативное общественное мнение встретило и реформу. Но, опять же, вот вы правильно здесь подчеркнули, что, скорее, психологический момент. Наверное, последний раз люди считали, что их, значит, обошли, их где-то там обманули, им не сказали всю правду. Это когда была ситуация с вкладами, да, вот этими советскими. Ну, да. И тут вдруг вот эта вещь, мне кажется, это вот сравнимые, да, моменты. Перекликаются. Да, и действует психология, что люди считали, что это суммы уже заработанные, что они их получат, когда достигнут определенного возраста. И здесь, да, я вот могу только согласиться с теми аналитиками, которые эти вещи высказывают. Андрей Георгиевич, вы привели в заключение нашей беседы чрезвычайно любопытные цифры. Я думаю, что над ними имеет смысл поразмыслить самым серьезным образом. Я не сомневаюсь, что республиканские власти поразмыслят. Ну, как, впрочем, и федеральные власти, да, они же получают эту статистику, эти выборки по всем регионам, в том числе и по Тарстану. Я признателен вам за эту беседу. И много, действительно, повторюсь, пищи для размышлений. Спасибо вам за это. А телезрителям я хочу напомнить только, что мы сегодня беседовали об изменяющихся настроениях в обществе, о настроениях электората, если говорить конкретнее, с заведующим кафедром конфликтологии Института социально-философских проблем и массовых коммуникаций Казанского федерального университета, доктором политических наук Андреем Георгиевичем Большаковым. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова